К нашему эфиру присоединяется американский военный эксперт Юрий Табах. Юрий, давно не виделись, рады приветствовать. Приветствую вас. Приветствую, приветствую. Freedom is not free, как говорится, да. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Юрий, тут интересное заявление сделал, опубликовал даже в день ВСУ в своих сетях Алексей Данилов. В частности, в этой публикации было написано следующее. Весной вооруженные силы Украины будут в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. То есть, по сути, в этой борьбе за окончательную независимость Украины и полную деоккупацию украинских территорий ключевой момент – это предстоящая зима. Как вы считаете, насколько реальным является подобное развитие событий и в первую очередь от чего это будет зависеть? Вы знаете, у господина Данилова, насколько я понимаю, он высокопоставленный чиновник. В Украине. Это тот Данилов, да? Да, именно так. Все, наверное. Ну, наверное, у него больше информации, чем у меня. Я недоступен ко всей картине. Генерал Залужный, к огромному сожалению, не советуется со мной, не делится со мной своими планами. Но считаю, что если он так будет, то я буду чрезвычайно рад и приеду в этот день, прилечу в Украину. Я думаю, что я прилечу до этого. Я постараюсь уже в январе быть там. К сожалению, я это вижу чуть по-другому. Но, наверное, это дает заряд украинцам или украинским войскам, что что-то украинцы имеют или подготовили к такой быстрой победе. И надеюсь, что это правда. Но я вижу это, что зима будет тяжелая. Украинцев инфраструктура разрушается, продолжается. У россиян ракеты не заканчиваются по какой-то причине, как обещали все. И главное, что ленд-лиса нет. Украине до сих пор нет передачи тяжелого и наступательного оружия. Так что каким образом в зимнее время Украины... Я знаю, что сейчас очень много идет разговоров, что Украина сейчас перейдет в контрнаступление, будет перелом на фронте. Так далее, так далее. Это продолжается уже долго. Но с моей точки, с моего уровня знаний вооруженных сил и опыта, это чрезвычайно сложно. Это надо понять, какая цена будет украинских жизней и украинских воинов за такое контрнаступление масштабное. Но, может быть, что-то они знают. Я знаю только одно, что мы каждый день здесь, в Соединенных Штатах Америки, в других странах боремся с нашими властями, чтобы они выполнили волю американского народа, нашего народа, который в своем большинстве, в супербольшинстве проголосовал за ленд-лиз, то есть, чтобы наша исполнительная власть выполнила волю нашего народа и дала Украине все необходимое для как можно быстрой, скорой победы, как можно с меньшими потерями и разрушения инфраструктуры. То есть, передать наступательное оружие Украине. Но пока это не происходит. Надеюсь, что, может быть, в январе что-то изменится. Скажите, пожалуйста, вот это заявление Столтенберга относительно того, что Путин хочет заморозить войну, чтобы потом, как бы приспав бдительность, что ли, начать новое масштабное наступление. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, согласны ли вы с этим, а во-вторых, по вашему мнению, вот какие должны быть действия Киева и стран-союзников? Про ленд-лиз уже услышали, да? Но в целом, вот слова Столтенберга как оцените? Я вообще, знаете, я ветеран, человек, который служил в НАТО и занимал довольно-таки высокие должности в НАТО. Я могу сказать, что чрезвычайно расстроен, чрезвычайно расстроен Столтенбергом. В своем выступлении, которое длилось три минуты, он 30 раз упомянул, что we will support Ukraine, то есть поддержим Украину. Но он так и не сказал, чем поддержим Украину. Потом выясняется, что это будет 300 генераторов. То есть самая огромная организация, военная организация за всю историю человечества даст генераторы Украины, 300 генераторов Украины. Ну, видимо, мы уже конкурируем в НАТО с Красным Крестом. Поэтому НАТО должно было дать, потому что я не понимаю вообще, для чего НАТО существует. Я не понимаю, просто потому что на этой стороне улицы убивают, насилывают детей, уничтожают дома, гражданское население. А на этой стороне улицы мы стоим и говорим полицейским, сейчас, подождите, подождите, сейчас полицейские, мы сейчас придем, сейчас, сейчас, сейчас мы вам дадим все это. Почему? А потому что вы не на этой стороне улицы. На этой стороне на улице есть четыре буквы, N, A, T и O, а на этой стороне нет. И мы будем стоять и наблюдать это. Я не понимаю тогда, зачем НАТО вообще существует. И, наверное, они боятся, что Украина выиграет, разобьет российскую армию, тогда НАТО точно уже никому не нужно будет. И НАТО должно действовать для того, для чего оно было существовать, чтобы был мир в Европе, во всем мире, в принципе. То есть остановить этих тиранов, этих маньяков сразу там, где они начали. НАТО должно было вступить моментально в эту войну, дать все необходимое Украине, все оружие. Они через 10 месяцев 300 генераторов. Я не хочу это сводить на личные вещи, но во время, когда война началась, первую же неделю, мой сын, который актер, со своими друзьями, актерами, детьми, прилетели в Польшу, собрали 2 миллиона долларов, купили 500 генераторов и 2 бронированные машины в течение недели. Их зовут A-theory, могут люди посмотреть. A-theory Ukraine. Это дети. Дети собрали в первую неделю. А сейчас 10 месяцев войны, и НАТО так ничего не принимает, но суполь. Поддержим. Будем поддерживать Украину. Чем поддерживать? Молитвами? Чем поддерживать? Генераторами? Оружие дайте Украине, чтобы она смогла воевать за всех за нас. И разбить. Может, умеет и хочет это сделать. Юрий, по имеющимся у вас данным, какой потенциал сейчас сохраняет за собой военный потенциал, наступательный в том числе потенциал российские оккупационные войска? Я считаю, что у них превосходство. В первую очередь, у них превосходство в небе. И еще раз. Даже до сих пор НАТО весь мир, весь цивилизованный мир хотя бы мог дать ПВО за то, что просил ваш президент с самого начала. Закройте небо. И до сих пор небо не прикрыто. Я не понимаю этого, почему мы 16-18 другим странам можем давать патриоты, а вот Украине нет. Никак патриоты не могут туда дойти. Даем намного менее современное или лучшее оружие, как НАСАМСы. Ну, опять же, не понимаю, почему. Поэтому Россия продолжает иметь превосходство в небе. Ракеты каким-то образом у нее не кончаются. Но также в живой силе у них больше. И в железе у них больше. Все равно их больше. И они могут проливать кровь до бесконечности. Также цены на нефть не падают. То, что питает российское. То, что санкции. Вот до сих пор какие-то санкции опять вводятся. Опять против каких-то индивидуалов. Но очень много компаний российских, которые продолжают обходить санкции. И наш Белый дом говорит, да. Ну, нашим банкам говорят, да, санкции есть. Но вы, давайте, продолжайте делать валютные операции. Потому что там может быть голодок. Еще что-то придумывают каждый раз. И это не я. Это говорят наши генералы. Да, прошу прощения, что я перебываю. Есть ведь определенные сдвиги. Есть определенные моменты. Вы говорите о ценах на нефть. Они все-таки упали до 43 долларов, например. И потолок цен определен в 60 долларов. Это первое. Второе. Средства ПВО поступают в Украину. Мы видим результаты работы противовоздушной обороны и подразделения противовоздушной обороны. Поэтому у меня сразу встречный вопрос. Означает ли это, что недостаточное количество ПВО предоставляется? Ну, конечно. Конечно. Вы понимаете, о чем я говорю. Абсолютно недостаточно. Абсолютно это недостаточно. Почему недостаточно? Потому что бракеты падают на ваши головы. Да, молодцы. Украинское ПВО с честь и хвала вам. Честь и хвала вообще всем вооруженным силам Украины. И все украинцы сегодня это воины. Но этого недостаточно. Потому что все равно гибнут дети у вас. Все равно мерзнут дети у вас в больницах. И как мир, цивилизованный мир может стоять и это наблюдать? И я вот служил в Польше, когда я очень изучал этот вопрос про гетто. И говорить, ну, слава богу, что немцы нам дают там хоть корочку хлеба. Мы таким образом не сдохнем все сразу. Ада, не злите их, не надо. Спасибо за это. Но так не работает. Мы должны уже были заплодить. Запад должен был заплодить ПВО Украину давным-давно. Чтобы ни одна ракета не пролетела на территории. Не упала на ваши гражданские инфраструктуры, ядерные реакторы и так и так. А это все... И это не я говорю. Это говорит генерал, любимый генерал Хеджес в Украине. И мой ментор, генерал Келло, генерал Кеннист, генерал Мэттис, генерал Патреус. Это все наши великие военачальники. Уже я не говорю о ваших великих военачальниках, которых мы все будем изучать в наших военных академиях, генерала Залужного и действия. Они говорят, что если бы мы хотели, эта война бы давным-давно закончилась. Давным-давно закончилась. Мы не хотим. Значит, мы не хотим, мы не даем. Но это не мы. Американский народ хочет. Американский народ в своем супербольшинстве через Конгресс проголосовал за Лен Лиз еще в мае этого года. Это у нас... Мы расходимся Белый дом, администрация Белого дома и Конгресс, то есть народ американский. Они не выполняют... Тут украинцы даже ни при чем. Они не выполняют волю американского народа. Волю нашего Конгресса. Дать Украине ленд-лис. Ну и идет, конечно, целая кампания дезинформации, что ленд-лис не нужен, за него надо платить. Что абсолютная брехня, что он идет, что он придет 1 октября, что еще грузится. И вот эта вот дезинформация бесконечная идет, что я никак не могу доказать всем, что это приносит огромный вред на фронтах. Когда идет у Гребенщикова даже песня про это. Люди, которые воевали, люди, которые были на фронте, они понимают, о чем я говорю. Что у него даже песня есть такая, что жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Нас осталось только два. Когда украинцы держат рубежи, их товарищи гибнут. И им все время обещают, вот идут, вот сейчас июль, август грузится, вот 1 октября, вот уже 40 миллионов. А его нету. Нету танков, нет самолетов, нет штурмовой авиации, нет даже ПВО. Нету, и эти хаймерсы оказывается кастрированные получаются. И их тоже мало. И это, конечно же, деморализует бойцов. И опять же, честь и хвала украинским войлам, что они не падают духом и продолжают драться, как спартанцы. Молодцы. В этом отношении молодцы. Но мы в Америке, мы на Западе должны продолжать наше давление и не смотреть, что нас критикуют или обвиняют в чем-то. Продолжать драться за Украину, потому что Украина сегодня дерется за всех за нас. Юрий, а скажите, пожалуйста, вот если говорить о вооружении как о факторе сдерживания. Вот вы говорите, вот нужно оружие. Правильно ли я понимаю, что важный еще момент, чтобы в Кремле понимали, что, не дай бог, будет очередной удар по Киеву. В Украине есть оружие, которое потенциально, подчеркиваю, потенциально может достать, например, до Москвы. Вот скажите, пожалуйста, что это за вооружение? И на самом ли деле фактор сдерживания в контексте вооружения, он тут очень важен. Вот какое оружие Украине надо, так чтобы в Кремле понимали, лучше ракетный террор уже как минимум прекратить? Все, все оружие нужно Украине. Ваш генштаб дал список этого оружия и всего остального, и вы уже достаете. Моя первая инспекция на ядерные объекты в России была как раз на военную базу авиационную в Энгельсе. И я помню, насколько это было охраняемо, это как охраняли Кремль, это стратегический объект, ядерный стратегический объект, где стоят эти ТУД-22, БЕРЖ мы их называем, которые несут ядерные боеголовки в себе. Мы их инспектировали там, и я помню, как это база выглядит, но есть ли украинцы, я не знаю чем, я могу вам придумать, что будут просмотров и лайков до хрена, но я не буду придумать, я не знаю чем. Но вы их достали, а если вы достали до Энгельса, то достанете и до Кремля. Как они туда долетели, как и россияне это пропустили, где это ПВО, причем они еще, этот генерал, который там выступает, он дурак, что ли, я не могу понять, он придумывает, мы их сбили. Они пролетели до Энгельса, надо Энгельсом вы их сбили, и они упали на ваши самолеты стратегические, что ли, это как-то вы их сбиваете так. Но неважно, дело все в том, что вы это делаете, вы это можете, вы потопили непотопляемый корабль непобедимой армии Великой России, и это сделали все украинцы. И все те, которые хотят у вас украсть эту доблесть или разделить эту победу, это позор им. Это сделали украинцы, это сделали украинские вооруженные силы, спецподразделения, это сделали СБУ, там ваши охранные органы, это сделал украинский народ. Это хвала вам. Поэтому, конечно, вы достаете. И я думаю, что россиянам пора уже понять, что войну не выиграют, и что военные, и я их призываю, российских военных, те, которые еще считают себя военными офицерами и генералами, что у них погоны не просто так, а они несут с собой ответственность, что вы совершаете военные преступления. Это уже всем ясно. Вы все попадете под трибунал. Ваши лидеры, ваши КГБшные лидеры повесят. Все это на вас, господа офицеры и генералы, принимать. Вы давали пристягу России, вы давали пристягу своему народу. Так выполняйте свою пристягу, а не будьте вот этими, на кого потом повесят весь криминал и все что, и всю трагедию, которую вы устроили там. Принимайте. Я хочу еще добавить то, что, помните, как-то Путин обратился к военным украинцам в начале войны, и он сказал, уберите эту власть наркоманов там и бандеровцев или фашистов, я не помню, как он вас обозвал, а мы с вами договоримся. Так вот, ребята, российские офицеры и генералы, которых я знаю, которых я помню, и вы меня тоже, уберите эту власть, и с украинцами вы договоритесь, они с вами договорятся. Уберите, выполните свой долг таким, как вы должны его выполнить, а не будьте убийцами и палачами КГБшной власти. Вы до них достаете, вы это показали, это вы показали с кораблем, это вы показали с генералами, которых вы уничтожили, это вы показали сегодня на военной воздушной базе Энгельса. У вас есть оружие, которым вы можете воевать, которым вы можете их уничтожать, до них достать. Но этого мало, мало. Может быть, я не объективен, может быть, я, потому что я военный человек, у меня всегда будет мало оружия, но я думаю, в этом случае я объективен. Дают оружие? Мало. Энгельса нет. А это наша воля, американская воля, американского народа, дать вам все, что необходимо. Ждем большего количества оружия для того, чтобы приблизить победу. Юрий Табах, большое спасибо за комментарий. Спасибо. Спасибо, что пригласили.